Новый год – это не только ёлка, мандарины и подарки, но и фейерверки. Именно поэтому сотрудники регионального МЧС с профилактическими визитами посещают магазины пиротехники в преддверии праздников. Основное направление работы министерства в настоящее время – это профилактика. То есть мы уходим от проверочных мероприятий, и большая часть работы наша направлена на профилактику. Требований к таким магазинам предъявляется немало. Обязательное наличие огнетушителя, а лучше нескольких. Документации, инструкции по использованию и утилизации на всех фейерверках и многое другое. Вообще основное правило в местах реализации – это то, что должно быть организовано витрины таким образом, чтобы граждане не имели доступа к пиротехническим изделиям. То есть они не должны иметь возможности как-либо манипулировать пиротехническим изделием. Все вопросы, на все вопросы отвечает продавец-консультант. Но и самим покупателям стоит быть внимательными и соблюдать ряд правил. Покупайте фейерверки только в специализированных магазинах пиротехники, ни на лотках, ни на улицах, потому что можно купить отсыревший, который сработает неправильно. И даже отсыревший фейерверк, если вы высушите, то там химический состав меняется. Он может вместо 30 секунд отработать 5 секунд, или неправильно, или эффект будет. Но это небезопасно. Важно не только, где продаются фейерверки, но и в каком они состоянии. В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку. Она должна быть целая, не подмоченная, не подмятая, без трещин. Следующее – это срок годности пиротехнического изделия. Он указан на каждом пиротехническом изделии. Обязательно должна быть инструкция на русском языке. И условия, как я уже сказал, хранения, реализации и утилизации пиротехнического изделия. Всё просто. Если придерживаться главного принципа в запуске фейерверков, то праздники пройдут не только красиво, но и безопасно. У фейерверка две составляющих – это зрелищность и безопасность. Причём безопасность всегда стоит на первом месте.